И очень рады Елена Улки и ее виньерку, которые уже переведены сейчас на Польске. Спасибо большое. Ну то, что мы все в восторге от Черногории, это не новая мысль. Она здесь всеми разделяет. Я хочу сказать одну вещь. Эта радость, которую мы там все испытываем, является следствием не только дарования организаторов, но и тяжкого их труда. Да. Представьте себе, что такое собрать 20-30 человек не бесталантных, трудненьких. Вы же понимаете, что вы все трудненькие. И организовать их таким образом, что им становится хорошо друг с другом. В первую очередь, это, конечно, лозунг. Это бесспорно совершенно необыкновенная женщина. Просто вообще необыкновенная женщина. Я не буду... Ну, опять же, она очень талантливая, умная, безусловно. Она обладает каким-то немысливым психологизмом. Она же пытается нас всех уравновесить. И она делает это ненавязчиво очень. Я только одну деталь скажу. Там нет никакой зомби в этом мероприятии. Кто-то может опоздать, кто-то может не прийти, кто-то может пропить вообще время и так далее. В этой ситуации у Чупахова не происходит. Он просто выступает позднее. А вместо него выступает тот, кто уже в зале. И это никак специально не оговаривается. И никому не делают никаких замечаний. То есть человеку дает ту свободу, которую мы тут все привыкли, понимаете. И мы не чувствуем себя под диким прессингом. А когда приезжаешь, прилетаешь в Черногорию и видишь Арсена, то вообще наступает полная благодать. Можно уже больше ни о чем не думать. Тут же Арсена. Понимаете, что это такое? Для большого количества повторяют трудных людей. А все начинается с Леночки. Лена звонит в течение одной минуты. Говорит, что нужно, понимаете. Ни единого лишнего слова. И достаточно назначения одной очень короткой встречи, чтобы решались все вопросы, связанные с попаданием туда. Мы же вообще проходили агентства всякие, которые нас куда-то отправляют. Я ничего подобного не видел. 90 стран проехал. Спасибо тебе огромное. Никаких вообще усилий совершенно. Ну а потом Арсена. И все. И последние минуты, пока он нас сажает в самолет, эта благодать сохраняется. А духовное, интеллектуальное, психологическое, составляющие нахождение. Я думаю, мы ее до конца еще никто не можем оценить. На самом деле, она очень редкий человек. И это никакой не специальный комплимент. Это констатация моих мыслей. Тот факт, что я неожиданно стала, ну как бы, в САФИ, тоже произошло. Ну, в Дарь-Алгоре, конечно. И в Черногории. И началось с того, что я рассказывала какие-то истории. Не на наших заседаниях, а на наших каких-то посиделках. И меня несколько человек спросили, а где можно это прочесть? Ну, про каких-то гиен в Южно-Африканской республике. Про остров Пасхи. Я много где была, один иностранный посидел. Ну, какие-то рассказы. А мне, где можно это почитать? Я говорю, нигде. Как нигде? И тут мне в голову пришла мысль. А почему бы мне это не записать? И некоторые из моих виньетов, не поверите, являются следствием диктофонной записи какого-то устного рассказа. Я почти как и рад Леонидову, понимаете? Я что-то рассказываю, а этот диктофон пишет. Ну, не все, конечно, есть и по-другому написаны виньетки. Ну, я решила их написать. И теперь получается, что мы получили у вас две, извините, каталогию. Две книжки, одна в параллельных текстах русских и польских, перевела Молгожата, конечно. Ну, участница наша, чтобы не сидела. А вторая, она большего размера. Ну, я надеюсь, будет сейчас опубликована. И, может быть, мы сделаем презентацию. С Лугарским додом, начальник и радостный. Ну, спасибо большое. Да. Я очень рада. А я читать ничего не буду, потому что мы все очень устали. А это требует времени. Я надеюсь, всех вас пригласить на презентацию. Спасибо большое. Такое спасибо. Я сегодня показала, что мы длина Анатолия Добракошкина, членом Союза Списателей России, который не только побывал, у нас возглавляет журнал «Читайка». Пишет очень интересную историческую прозу, удивительные исторические стихи. И выпускает журнал «Читайка» и его «Друг Савенок». Довольно большим тиражом. И написал, представительный репортаж о наших черногорских подвигах. Спасибо, Петер Анатолий. Всегда вам рады. Спасибо. В прошлом году был, да? В 2017 году. Да. В 2017 году. В 2017 году. Это у меня единственная поездка и единственный опыт. Поэтому говорить кто-либо что изменить я не могу. И повторяйте слова, уже лучше у меня было все сказано. Действительно, в Черногории это особая атмосфера. Где теплый климат. Время подобрано именно так, чтобы было тепло. Еще один день и наступит жара. Я правильно понял, да? Вокруг Дня Рождения Пушкина. Вокруг Дня Рождения. Это самое счастливое время, когда теплый комфортный климат. И такой же теплый комфортный климат создается на русских мифах. Для меня это было совершенно откровением. Вот действительно, Елена Наумовна совершенно правильно говорит, что все люди разные, все люди трудненькие. А собираются и дается определенная свобода. И говорят, мастерство там, где не видно мастерства. И мастерство организаторов тоже там, где этого не видно. Действительно, ты можешь опоздать, ты можешь не полететь, тебя не отшрепают как школьника. Просто дадут слово раньше. Это все так. И еще что, самое удивительное, что все разные, но хочется услышать каждого. Хочется впитывать. Хочется учиться. И неважно уже, идет с мыслью, а что скажут сегодня. Чем порадуют, какой сюрприз преподнесут. И что изменить, я бы сказал, ну ничего менять не надо. А вот предложить некоторую тему. У меня, например, очень понравилась тема «Мой 20-й век». Как рассказать истории, причем в ирониченном и веселом плане. Как твой век отобразился в твоем сознании. Но еще я бы предложил тему «Мои 60-е, 70-е, 80-е годы». Потому что присутствуют люди разного возраста. И как они воспринимают. Кто-то был в 60-х годах, как я, первоклассником. Вот в начальной школе. Кто-то уже зрелым писателем и поэтом. И вот как воспринимались эти 60-е годы тогда. Вот я бы предложил такую тема «Мои 60-е, 80-е и так далее». Еще одну тему, которую хотел бы предложить. Я немножко волнуюсь, но забыл. Я скажу тогда о «Читайке» немножко. «Читайка» это журнал для детей младшего школьного возраста. Так вот я скажу, у меня, как я называю, это фига в кармане. Это не в всех возрастах. Там есть простые тексты, есть сложные. Чтобы было читать интересно всем. И детям, и родителям, и дедушкам, и бабушкам. Стараемся. Вот так выглядел журнал всего в 2002 году. Что же, в 2012 я пришел, в 2011 году. Журнал выходит в 12 лет. 7 лет, 8 лет уже его веду я. И мне, вот, сказать, хочется, да, что я его веду. Мне предоставляет руководство полную свободу. И я очень благодарен за это. И журналу нравится. В качестве, вот, недавно я был в Чебоксарах, например, и библиотека детско-юношеской, у нее в гостях. И они мне написали, вот, о, у нас есть такая страничка. Когда я пришел в журнал, я думал, я ее поломаю. Это что это такое? Смотришь с читайкой. Стоят люди или сидят и держат читайки. Совершеннейшее безобразие. Надо это менять. Это однообразие. Многие годы идут. Пока я не понял, что до меня была сделана золотая вещь. Это что такое? Это обратная связь. Когда дети говорят, что им нравится читать и почему им нравится. Писать в библиотеке реакции. Конечно, это библиотерную часть не надо снимать. Но мы узнаем, на правильном пути или нет, что нравится. Я, если позволите, прочитаю только вот одну из... Маленькую. Маленькую, нет. Мы очень любим танцевать. Но еще больше читать журнал «Читайка». Это как раз из Чебоксарах. Это из танцевальный коллектив «Галатэ» Чебоксарского дворца детской библиотеки. Они симпатичны. Среди них внучка одной библиотекаря. И что она говорит? Я верю, что впервые мы узнали о нем в Чебокской республиканской детской библиотеке. С тех пор нам очень нравится, когда библиотекаря Галина Александровна Кусмина читает веселые рассказы из рубрики «Читалка-читайки». Заметки о необычных животных. Раскрывает секреты художников иллюстраторов. О веселой стихе Татьяны Покова, Татьяны Варламовой, Дмитрия Рабошкина. Спасибо, и мне стало. А теперь мы хотим учиться в вашей стихе. А можно ли читать прозу? Можно ли маленький? На фоне Пушкина. На фоне Пушкина. Вот на фоне Пушкина. Да. Это я читаю при ношении к Пушкину, если я скажу. Небольшой, да? Вот, вот они. Небольшой. А, небольшой. А это рассказ метражный, как сказал он Леонцев. Знаете, он говорит, я хочу, чтобы роль, а она у меня большая метражная, хочу, чтобы вы все ее посмотрели. На ваших творчествах месяц, вечер, постучи все ваши страницы. Нет, я говорю вам, она ровно один метр. Этот рассказ звучит две минуты. Хорошо. Вот. Это посвященный Сергею Алексееву. Его написал я для ребят, чтобы познакомить их с творчеством, но через диалог, через литературу, через театры. Я 10 лет работал под его руководством. Очень интересен ваш взгляд. Ну, сложный был человек. Но это взгляд, скорее всего, его героев, а не мой. Ух ты, вот это да, обрадовался Читайко, когда увидел в двери библиотеки целых три пушки. Читайко ускорил шаг, чтобы поближе рассмотреть, как вдруг плей раздался чем-то звонкий голос. Когда дом рассеялся, Читайко обнаружил, что сидит на асфальте. Уши заложило, а в глазах мелькали разноцветные зайчики. Тут подлетел Савенок с Читакиной бейсболкой, заботливым и хлопучим его взъерошиву шевелюру. Извини, забыл предупредить. Наступ. Савенок не успел договорить, как к ним оршиными шагами подошел сам Петр Первый. А, Читайко собственной персоной, широко улыбнулся Петр и, ухватив мальчика за плечи, поднял его. Наслышан о тебе, наслышан. Как обострове зело прилежно, и к чтению, и к учению весьма способным. Как же, как же, Читайко у нас первый книгачей. Читайко не успел опомниться, как какой-то сиденький старичок с задорным хохолком, крепко прижал его к себе. Вы кто? Выбрил себя Читайко с киснутой, в крепких объятиях, щуплыл на медленный знакомца. Что, брат, не узнал, поди? Старичок поняли мальчика от себя, задорно вскрыли на него, запустил руку за пасухой зеленого мультира и вынул оттуда небольшую книжку. На, читай. Читайко стал читать. Более пятидесяти лет провел в армии. Начал службу простым солдатам, стал послушать читать Читайко, и кончил ее перед маршалом и генералиссимусом. Тридцать пять больших паров в сражении провел, и в каждом был победителем. Так вы, вы Суворов? Ай, молодца! Воскликнул Суворов. Пока не прочитал, не узнал. Я и говорил, настоящих не качи, помилуй бог. А меня узнаешь? Нарочито строго спросил Петр Первый. А тебя, Петруша, узнать не мудрено. Вон она какой большой. Два метра, да еще четыре сантиметра. Засмеялся Суворов. О делах моих ведаешь? Теперь уже по-настоящему строго спросил Читайко Первого. Читайко пустил голубу, словно получил двойку. Нет, выявил он из себя. И тут его осенило. Его столько в старших классах изучают. А я еще в младшем. Ладно, оставь мальчонку, Суворов умил Читайко за плечи. Бывало ли, дедушка, в такой малец, да все твои великие дела уразуметь смог? И небывало ли, бывает, улыбнулся Петр, и так же, как Суворов, вынул запасуще своего зеленого мунтира большую книгу и дало читайки. Небывало ли, бывает, прочитал Читайко на обложке. Читай, читай, говорите, напролекодал Петр Первый. Спасибо Сергею Свет Петровичу. Благодаря ему многие страницы русской истории стали доступны и младшим школьникам. А кто это Свет Петрович? Спросил же Леша Читайко. Тут Савенок взлетел ему на плечо и быстро-быстро разговаривал. Это писатель Сергей Петрович Алексеев. Он специально для детей написал около 30 книг по истории России. От Монгола-Татарского нашествия до Великой Отечественной войны. Дальше говорится об Алексеевке и заканчивается так. Травитарный пушечный зал прервал Савелка. Когда дым рассеялся, Читайко обнаружил, что сидит в читальном зале и перед ним книга. Сергей Алексеев. Небывало ли, бывает. Врачу Читайко на обложке, уже знакомые названия. Он с нетерпением открыл книгу и не заметил, как погрузился в читали. Спасибо большое.